Во Владикавказе каждый раз во времени погоды размывает старое еврейское кладбище. Все из-за отсутствия ливневой канализации. Проблеме уже не один десяток лет. Люди обращались с просьбой помочь, но пока безрезультатно. Накануне с проблемой ознакомились активисты Народного фронта. Подробности в материале Даны Малышевой. Вот такое безобразие. Вот такое. Спасите кто-нибудь утопающее кладбище. И на Верческое кладбище тонет в воде, потому что нет ливневой канализации. Помогите. А ливневок на почти 150-летнем кладбище никогда не было. Галина Тогузова похоронила здесь родителей. Женщина с 1984 года просит решить проблему. Как дожди размывают могилы, фиксируют на телефон. Кладбище на улице Солнечное в низине, куда потоком стекает вода. Здесь так пропитано всё водой, этой ливневой, что не сохнет здесь никогда. И вот отсюда мы идём далее. Вот так вода идёт вниз. И до самого конца до улицы Пионеров всё это проходит. Дождевая вода течёт со стороны Запицкой, улицы Шмулевича и колледжа электроники. Единственный барьер – дырявый забор. Оттуда осадки вместе с пылью и грязью выливаются прямиком на могилы. Прорываясь потоком, вот так бежит до самого конца. И как мы видим, здесь тоже вот вынося с собой щебёнку, грязь вот там сзади тоже видно. То есть это тоже результаты ливневых вод. Но и это не самое страшное. Когда дожди заливают кладбище, не выдерживает канализация. Всё, что скопилось в трубах, выходит на поверхность. Не знаю, это где-то, наверное, подсоединили к этим трубам канализационным в водосток. И он вырывает крышки вот эти. И, соответственно, от канализационных труб выходит вот эта вот грязная вода прямо на нашу территорию. Вот сюда. Оттуда уже никуда его нет и идёт вот в эту сторону, к сторону забора. А за забором – кладбище. И, соответственно, кладбище бывает всё в грязи. За 40 лет никаких изменений, кроме одной исправленной ливнёвки напротив колледжа. Когда-то её забетонировали, недавно нашли и демонтировали. Уровень воды стал немного ниже, но проблему нужно решать кардинально. Галина обошла не одну инстанцию, писала даже президенту России. Администрация города говорит, что это невозможно. Сначала говорили ландшафтом обусловлено, а потом, когда эта проблема решаема и не только ландшафтом, а человеческим фактором, то уже сказали, что в смету не вошла ливнёвка, понимаете? Более того, асфальт проложили и не удосужились сделать бордюры. Вы же понимаете, что без бордюров этот асфальт в скором времени при таком потоке воды расползётся. Видео жительница Владикавказа отправила в Народный фронт. По инициативе активистов эксперты изучили ландшафт крупнейшего городского захоронения, возле которого уложили асфальт. Вода же куда будет уходить? А это вот у нас не запланировано. Я говорю, а нельзя сделать вот лёгкий путь, чтобы провести вот ливнёвку, как вот в других городах, больших городах, в центре города, там ливнёвки, сверху сетка. И вот я думаю, так, вот где наша контора, вот которая на улице Солнечная, вот между дорогой и между кладбищем провести вот такой вот канаву, так называемый лоток. Я думаю, что вот это вот исправимое и дёшево обойдётся. Ливневые лотки можно соединить с канализационным коллектором на окраине кладбища. Тогда вода попадёт в трубы. Есть такое предложение относительно недалеко, до 300 метров. Тут проходит городской ливнёвый коллектор. И есть предложение проработать вопрос, чтобы туда его соединить. В ближайшее время мы направим запрос в администрацию города, чтобы этот вопрос проработали. Укажут и на проблему с канализацией. Народный фронт и дальше будет держать ситуацию на контроле. Дана Малышева, Хета Гопоев, Новости Осетии.